добрый день друзья добрый день и у нас сегодня снова разговор о наших книгах и ответы на ваши вопросы друкарни инфодайвинга снова вернулась после небольшого перерыва на отпуск и начнем мы ее с небольшого экскурса все-таки по книгам потому что возникают вопросы первый вопрос книги не пронумерованы как их читать вы знаете на самом деле все просто начинается все с управления восприятием для чего эта книга для того чтобы было понятно вообще что восприятие можно управлять можно к одной и той же проблеме подходить по-разному смотреть на нее под разными углами восприятия это очевидные вещи но эта книга еще дает понимание глубинная гипноза потому что когда мне начинают писать что там психотехники разные там типа рейки космоэнергетики другая манна небесная духовная это все не гипноз ребят давайте все-таки войдем в книгу управления восприятием и посмотрим насколько разнолик гипноз и насколько по-разному можно ввести человека в то или иное состояние восприятия сменить и человек будет находиться в таком в прицелном состоянии у него будут заторможены реактивные составляющие есть разные стадии погружения по гипнозу и при этом у них у всех будет вестись одинаковая работа то есть будут перекрываться каналы получения информации извне извне это речь идет о зрении о слухе о вкусе о запахе вестибулярном аппарате не об интуиции до 6 канал восприятия и о тактильных ощущениях да вот это все наши пять каналов восприятия плюс один плюс вестибулярный аппарат это все каналы из внешнего источника и если человеку их перекрыть то есть дать какие-то мерцающие огни и свечи какая-то зынькающая музыка пение там небольшое а при этом поглаживание по рукам запах ладана или свечей или еще чего-то да вот вам времени ца церейки очень часто используются такие штуки кстати а не только в религиозных обрядах и так далее вот это все человека как бы растаскивает и человек проваливается ему кажется что он проваливается в себя на самом деле при этом его восприятие остается объективным настроенным на внешнее поле и получается что человек находится на внешнем контуре тора по восприятию и при этом он как бы проваливается во внутрь это и есть засыпание засыпание гипнотическое хотите верьте хотите нет но всегда все восприятие объективное переведенное с помощью блокировки каналов восприятия как бы вовнутрь да вот парадокс иллюзия такая возникает это все о гипнозе когда мы говорим об инфодайвинге мы говорим не об этом мы не перекрываем каналы восприятия но при этом мы целенаправленно идем внутрь в расконцентрацию и отключение от внешней игры мы полностью идем вовнутрь у нас субъективное восприятие и этим и отличается инфодайвинг от всех других психотехнических баз и когда мне задали один из вопросов совсем недавно прислали может ли инфодайвинг причинить вред психике нет господа инфодайвинг это погружение в себя искреннего и настоящего открытого это момент открытости самого с собой это вообще не о вреде совершенно невозможно вы не можете причинить сами себе вред внутри никак вы можете не совершить какую-то манипуляцию тогда вам нужна будет помощь инфодайвинг но вы не можете причинить себе вред не соприкоснувшись с внешним если вы во внешнем можно причинить вред и гипнозом можно причинить вред если вы во внутреннем и вы действительно в субъективном восприятии в субъективном восприятии, это об искренности и об открытости, причинить вред невозможно, встретить никого кроме себя невозможно и так далее. Но на самом деле субъективное восприятие достигается крайне сложно. Вот нам это просто, да, булькнул в него и всё, и никаких проблем. Но для человека, который привык жить во внешней игре, это крайне сложно. То есть мамы растят детей, они играют в игру сына, дочь, игра в их школу, в их институт, в поступление, игра в работу, они служат начальнику, они служат ещё кому-то, религиозные праздники, торжества, поездки, это всё внешние игры. Понимаете, мы так живём, у нас во внешней игре прокатывается жизнь, и редкий человек вообще вступает на территорию внутреннего. Если говорить о территории внутренней, то чаще всего это связывают с религией, а замечу, религия начинается, если вы входите в храм, с перекрывания каналов восприятия. Это вы опять в игре, и опять во внешней игре, и никуда вовнутрь вы не ушли. Более того, вы ещё умудрились вынести Бога из себя. Так как же вообще попасть вовнутрь? Мы это делаем в абсолютной тишине. Технология инфодайвинга, погружения и так далее, она идёт сейчас в патенты. При этом эти патенты мы, как Илон Маск, всё-таки планируем открыть совменье. У нас есть свои планы и замыслы на этот счёт, но мы всё-таки эти все вещи патентуем. Всё, что касается технологии инфодайвинга, это путь вовнутрь. И этот путь, он будет натыкаться на слои вашей психики. Их очень много. Более того, есть две территории глобальные. Их вообще три, но две глобальные. Назовём её белой и чёрной. Это надсознание и подсознание. И вот эта поверхность сразу. И в центре дырка, пустота. И вот это третья территория, о которой я сказала. И вот получается, когда вы начинаете идти в себя, вы как бы натягиваете вот эти связи, которые удерживают вас во внешней игре. Они начинают трещать по швам. И, соответственно, это вызывает страхи, это вызывает напряжение, это вызывает сопротивление, это вызывает страх. И на этом пути наша психика начинает выдавать как защитную реакцию, чтобы не-не-не, не уходи из этой игры, поиграй ещё чуть-чуть, поиграй во внешнем. Это же и люди, она же очень интересна. И вот на этом пути у вас будут встречаться какие-то персонажи. Это всё вы есть на самом деле сами. И структуры, которые интересны к изучению и к познанию внутри себя. Вот путь в себя начинается с книги «Инфодайвинг. Надсознание». Это наша первая белая книга. Она не просто так белая, потому что это информация, которая берётся из текущего дня, из белого света, принимается белой смертью и передаётся дальше в наши подсознательные структуры. И не просто так на ней сделана золотыми буквами надпись. То есть мы даже в оформлении книги использовали те знания, которые наработали. Вот в книге «Инфодайвинг. Подсознание» надпись должна была быть серебряная. Но так получилось, что уже типография делала по одному шаблону. Потому что здесь речь идёт опять-таки о взятии из подсознания и передаче дальше. Хотя если посмотреть по тому, какая белая смерть, какая чёрная смерть внутри, то белая она серебряная внутри, а чёрная она золотая внутри. Опять-таки о роли золота и серебра в психике мы это всё описываем. Это всё книга «Инфодайвинг. Надсознание». И эта книга, она наполнена очень большим количеством образов. Потому что что вас не будет пускать в себя? Это ваши страхи. Скажите, откуда берутся ваши страхи, которые… Мы сейчас не глубинную под основу берём, там немножко другая тема. Мы берём поверхность. Вот когда вы идёте в себя, первое, чего вы боитесь? Шорохов, чертей, монстров, ещё кого-то. Откуда это всё в вас взялось? Это всё хранилище впечатлений. Это, как правило, впечатлений текущей жизни, результат прочитанной литературы, обучение в школе каким-то произведениям и так далее. Кстати, вот на этой теме хочу немножко зависнуть по поводу обучения разным произведениям в школе. Вот я бы, например, из школьной программы категорически изъяла Достоевского, Гоголя, изъяла бы Анну Каренину, «Войну и мир». Это настолько очевидно. Изъяла бы всё, что связано с концлагерями, с пытками, с убийствами, с войной. Знаете, почему? Нет, оно можно не изъять, но кратко где-то просто познакомить и объяснить, показать такой опыт, но не размусоливать. Не спрятать, не закрыть. Об опыте надо знать, что такой опыт был. Да, да, его надо знать, этот опыт, его нельзя просто убрать. Но как именно в программу, что её разговаривают, дети учат, просто неосознанно, вообще не осознавая, дети изучают наизусть, повторяют, они просто как программу впитывают, впитывают. Ну вот одно то, что, возьми того же Раскольникова, перед тем, как убить старуху, весь спектр переживаний, как убить старуху. Причём низкочастотного. Это крайне низкочастотное состояние, это крайне деструктивные мысли в психике. Это же, я помню, как я читала Раскольникова, я на самом деле очень люблю Достоевского, но я его с удовольствием перечитала во взрослом возрасте, когда увлекалась психикой уже. Но я помню свои детские впечатления, от которых мне приходилось осознанно избавляться во взрослом возрасте. Это травма. Это страхи. Это страхи. И вот эти вот травмы, вот эти страхи, они не пускают человека вовнутрь себя. Они держат во внешней игре и не дают открыть свой внутренний мир. А ведь все озарения, все изобретения, все открытия, движения, развития общества, движения, развития человека как личности, это всё внутри. И получается парадокс. Поле парадокса. Человек не идёт вовнутрь, потому что его вот это коллективное удерживает, причём крайне деструктивными обучающими программами. Если ещё сюда добавить религию, слава богу, в нашей стране до этого не додумались, хотя есть страны, где додумались, то это вообще крайнее разрушение психики ребёнка. А всё-таки вы в наших книгах прочтёте, как пластами записывается информация у детей, очень важный период до трёх лет, потом следующий важный период до 12 лет, и потом следующий важный период до 18-21 года – вызревание психики. И вот в это время загружать деструктивом – это калечить, делать психически больным молодое поколение. Поэтому вот эти вот все вещи, мы начинаем о них говорить и писать в книге «Инфодайник надсознания». Мы всего лишь достаём там тех персонажей, которые есть у наших клиентов, да, и об этом рассказываем. Замечу, все книги абсолютно написаны на практической работе, то есть это абсолютно реальная работа, абсолютно реальная обратная связь мам, абсолютно реальные письма, всё, что опубликовано, это всё не нами придумано, это всё взято из работы. И «Инфодайник надсознания» написана книга так легко, 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 чтобы обыватель, который пришёл и вообще не в курсе происходящего, даже наверняка не читал «Управление восприятием», мог что-то понимать, что там написано. Когда мы переходим к инфодайнингу подсознанию, мы обнаруживаем уже зазеркальную часть, и мы обнаруживаем игры со смертью, мы обнаруживаем переотражение. По сути дела, всю психотехническую часть мы брали у белой и чёрной смерти, как это парадоксально не звучит, но это архетипы, которые есть в нашем подсознании. И эта психотехническая база, она невероятно рабочая, и в глубинах, вот когда мы сейчас раскладываем, мы понимаем, что только такое движение, только такое действие может привести только к такому результату, потому что в психике это именно так. И вот самая интересная часть — это соединение надсознания и подсознания с точки зрения перезаписи информации. Это момент, когда можно сжать информацию, и момент, когда её можно распределить и запустить игровой диск новый, с новой информацией. Вот эти моменты, вспышки, они происходят у человека в психике каждый день и ночь, то есть информация за день архивируется, сжимается, загружается ночью информация на следующий день, она разлетается вспышкой в момент пробуждения, когда человек открывает глаза, и всё, у него пошёл игровой диск новый. И так каждый день. Потому что психика не может держать, не сбрасывая информацию длительное время. Будет перезагрузка, комп подвиснет, а это уже психозы. Вот эти моменты соединения инфодайнг надсознания и подсознания книг при работе с информацией описаны достаточно подробно здесь, и с очень простого восприятия. То есть обывателю, который только начинает погружаться в эти темы, легко. То есть он читает, как Гарри Поттер, только понимает, что это всё основано на реальных событиях. И вот вишенкой на торте стала книга инфодайнг счастья. Это тот момент, когда мы обнаружили, что в психике есть две крайности, через которые можно перепрописывать информацию. Это состояние крайнее, страха и счастья. Страх и счастье. Два крайних состояния. Вы можете записать информацию. Из страха вы можете перезаписать информацию и счастье. Результат будет разный. Человек может основательно заболеть, или человек может основательно поправиться. И вот именно в книге инфодайнг счастья мы начали раскладывать популярно и, наверное, вбивать гвозди в крышку гроба психотерапии, потому что мы показали, как регресс губительно действует на психику, как губительно действуют все эти копания в прошлом человека, как человек зарывается в боль, в обиду, в страдания, и при этом он не совершает действий для того, чтобы изменить свою жизнь и стать счастливым. И мы дали свою заявку на счастье. Самый короткий вариант. Как послать все и начать жить счастливо. Это в третьей книге счастья. Это в третьей книге счастья. Книга интересная, позитивная, очень круто меняет восприятие человека и настраивает его на желание жить и на желание проявляться. Потому что мы пришли сюда проявляться, мы пришли сюда творить. И если мы этого не делаем, то зачем нам тогда физическое тело? Кстати, на эту тему сразу отвлекусь. В практической работе. И сегодня мы с этим очень часто сталкиваемся. И в принципе всегда сталкивались. Если тело человеку не надо, оно болеет и умирает. И ключевой вопрос, когда мы задаем больному человеку, зачем тебе физическое тело? Что ты будешь в нем делать? И вы знаете, наш опыт показывает, что человек в тяжелом заболевании не знает и не может ответить на этот вопрос честно сам себе. Тогда становится очевидным, что кто убивает тело, кто болезнь себе. Тот, кто не осознает этого. Тот, кто не осознает. И получается, человек вынес свое сознание куда-то. Ему тело не надо. Он не хочет играть в эту игру. И при этом он не знает, как использовать это тело, зачем оно надо. И тело разрушается. Хотя первопричиной разрушения может быть совсем другой фактор. Это все мы уже дальше в книгах, в парадоксах раскладываем. В более поздних книгах. И даже тело не разрушается, а человек продолжает его сам разрушать. Играть в болезнь. Да, именно так. И вот переход к осознаванию этих моментов, во что играет человек, и зачем он в это играет, и сам ли он играет, или у него есть факторы, которые двигают его в эти игры тупые, как мы назвали, вообще какие игры бывают, это все подробно мы разложили в книге «Инфодайн. Коллективное бессознательное». И вообще, когда мы говорим о коллективном бессознательном, настолько ли оно бессознательное? Ведь оно состоит из сознания индивидуумов. Но разве человек в толпе является индивидуумом? И когда мы начинаем вот эту бессознательную часть, это уже мы пошли по слоям, по слоям в слоеном пироге нашего подсознания и надсознания одновременно шарить, это мы уже углублялись, подходили к точке для того, чтобы углубиться вообще в пустотную часть человека. Но без слоев коллективного идти туда не имеет смысла. И вот все, что связано с коллективным бессознательным, мы полностью поднимали в книге «Инфодайн. Коллективное бессознательное». Книга тоже описана и написана на реальных событиях, фактах. Чем дальше мы уходим в глубины психики, тем меньше мы приводим фотографий, конкретных примеров работы. Почему? Чтобы не загружать читателя, потому что если вначале вы начинали читать, чтобы увидеть, «А-а-а, такого не может быть, а-а-а, такого результата не может быть, докажите нам». Это для тех, кто только входит в «Инфодайн», для них в надсознании этот вау-эффект имел место быть. Когда мы уже зашли за коллективное бессознательное, вошли в эту часть, то здесь этот вау-эффект не нужен. Здесь есть вещи, которые просто разумны. Когда ты осознаешь, вот так работает разум человека, и вот так он отключается в коллективном, вот так человек становится роботом-автоматом, а вот так человек может быть человеком. И вот эти моменты, но они тоже, тоже ведь к ним надо как-то прийти, иначе это будет пустословие. Надо привязаться к материальной реальности, показать, что вот в такой ситуации так человек проявляется, в такой так. Вот это всё в книге «Коллективное бессознательное». После «Коллективного бессознательного» у нас сейчас к выпуску готовятся две книги. Это книга «Инфодайнг. Практика». Но опять-таки она написана уже из глубинного восприятия. Она, да, она… То есть вы заметили, что мы за человека не принимаем решений. Мы за человека не пишем будущее. Мы человека заставляем двигаться самого. Хочешь сидеть – сиди. Хочешь умереть – умирай. Хочешь выжить – выживай. Моресева никто не тянул за хвост, за руки, не уговаривал. Ползи, дорогой, а то вдруг ты погибнешь. Нет. Он знал, что если он не проползёт, если он не выживет, то он погибнет. И он знал, что он ни от кого не зависит. Он сам, только сам может это сделать. И никто его не поставит на ноги и не отпустит в небо, если он не научится ходить на протезах точно так же, как на своих собственных ногах. И это сила жизни, это сила духа, это вообще сила человека. Вот когда мы говорим о силе, вот через неё мы приходим к полю парадокса. Это будет наша последняя, не последняя, не последующая книга, да. Пока мы для неё собираем материал. Так вот, всё, что касается вот этой силовой части человека, это будет чуть-чуть дальше. Но уходя в глубины психики, мы осознаём, что есть моменты, которые помогают человеку включиться в осознавание того, что он делает и чего он не делает. И есть практики. Практики простые, казалось бы. То же зеркало, то же, как я изменился, проявился. Потом, вот сейчас вылетелись из головы. Двойное восприятие, тройное восприятие, анкеты осознавания. Опять-таки, были анкеты радикального прощения, но мы их потихоньку заменили, потому что в радикальном прощении всё-таки человек настраивается на поплакать, на более такие низкочастотные состояния. А если действительно выходить, то надо выходить в благодарность и в любовь, да. Если любовь незнакома, как чувство очень большому количеству людей, почти всем, то благодарность знакома. И человек через благодарность и через осознание может без слёз обойтись и без растраты жизненного ресурса выйти в эти высокочастотные состояния. Так вот, всё, что касается вот этого глубинного восприятия, мы это всё описываем в книге «Инфодайнг. Глубина», а практическую часть из глубины раскладываем в инфодайнг. Практика. Чтобы человек мог двигаться и работать сам. Для чего это важно и нужно? Двигаться и работать самому. И мы настаивали и будем настаивать на этом. Можно перепрограммировать человека. Мы это видим. Мы уже видим моменты в книге «Инфодайнг. Глубина». Они будут описаны уже как начальные моменты. У нас ещё нет психотехнической базы в полном объёме, но мы видим, как это возможно сделать. То есть у нас уже есть наработки на эту тему. Но нам хочется видеть богов. Не роботы-автоматы, а боги должны жить на белой земле. В Беларуси, в России, на этих территориях, на святых территориях. Или на священных, как правило сказать, на световых территориях. Боги должны вернуться. Боги должны вспомнить, что они боги. Проснуться. Очень хочется этого. А для этого надо, чтобы они поднялись с дивана и начали двигаться. И практики делали сами. Я сознаю себя богами. Потому что когда... Вот наш пример. Тяжёлое заболевание. Мы понимаем, что во время тяжёлого заболевания практически сознание человека полностью вынесено в коллективное. То есть в этом теле сознание человека практически не остаётся. Минимум. Минимум, который удерживает вот эту оболочку физическую. При этом святое место пусто не бывает. И коллективное заполняет это место коллективным сознанием. То есть на той низкой частоте, заполненной той информацией о той игре, в которой играет коллективное. И, например, человек вот он... Тут он помогал онкологическим... Недавно присылали как раз. Вот он помогал онкологическим больным поправиться. Делал всё. Там ездил в больницу и так далее. А теперь он болен и ждёт, чтобы его тоже помогли ему поправиться, потому что он сейчас сам в онкологии. Он играл, начал играть. Человек играл в онкологию, и теперь он в обратную сторону играет в онкологию. А он проживает сам теперь это. Возьмите мать Терезу, громкий пример. Посмотрите начало жизни, посмотрите конец жизни. Это игра, это замкнутый цикл. Просто это так происходит в психике человека. И получается, что когда коллективное уже хлынуло и заполняет тело человека коллективными программами, то вот этой индивидуальной части у человека практически не остаётся. И у человека тогда из коллективного остаётся та болезнь, которая приходит на эту частоту. И человеку тогда самому двигаться в практиках крайне сложно. Мы это осознаём и понимаем. Но как только человек вспоминает, что он Бог, он может это сделать. Если он не вспоминает, он остаётся роботом-автоматом. Тогда говорить о человеке как о божественной субстанции не приходится. Но при этом мы понимаем, что обществу нужны роботы-автоматы. Поэтому у нас тоже есть сейчас период ломки и свои взгляды на жизнь. Но мы видим, что пока мы можем человека сдвинуть с места, пускай через боль, мы его двигаем. То есть мы пишем. С 50-го раза человек слышит. Вот сегодня у нас опять было. Когда говоришь одному, вот это надо делать, а второй говоришь, займись собой. И человек, пройдя через несколько месяцев, пишет, а ведь я так собой не занимался. Он даже про анкеты забыл. То есть это всё про искренность, про честность, про открытость. И у нас много разных таких примеров. Но мы понимаем, двигается тот, кто идёт. И мы будем заставлять человека двигаться, чтобы не потерять Бога. Это важный момент. Что определяет движение человека? Чем отличается Бог от робота? Ребят, мы сейчас скажем ключ. Это очень важный ключ, но он настолько прост, что его крайне легко обесценить. Бог отличается от робота наличием личного, индивидуального интереса. Казалось бы, это так просто, да? Понятно. Бог следует за собой по интересу. И этот интерес не подменяется деньгами. Этот интерес не подменяется плюшками о том, что мне там что-то подарят, или я буду жить во дворце, или у меня будет майбах, или у меня будет ещё что-то. Таких подмен здесь нет. Либо интерес, либо не Бог. Чистый интерес, либо не Бог. Либо автомат. Либо автомат. А вот в автоматическом режиме можно совершать любые глупости, любую автоматическую работу, всё любое. Но в таком случае рассчитывать на осознанное пробуждение Бога в человеке не приходится. И вот это тот момент, который мы опять-таки через доказательную базу ведём из глубины. В книге «Инфодайнг. Глубина» уже эти вещи описаны. Она, кстати, уже практически готова. Осталось её вычитать, и она пойдёт. Пойдёт уже. А ещё между коллективным бессознательным и глубиной есть книга «Инфодайнг. Знания». Мы её пропустили. Она уже готовится на выход. И там тоже вот эта глубинная часть уже раскладывается. Мы просто по мере, как углублялись, мы всё глубже-глубже-глубже брали из человека информацию для того, чтобы разложить и в геометрии, и в действиях, и в инстинктах, и в реакциях, и в физике, и в математике. Вот со всех сторон восприятия, как это всё работает. Потому что и математика, и физика, и весь проявленный мир это всё в психике индивидуума. Именно индивидуума. Только индивидуума. Не коллективного. Бога. Именно в психике Бога. И поэтому это очень важно, чтобы человек проснулся. Это очень важно, чтобы человек осознал себя как личность, как индивидуальность. А индивидуальность не бывает без проявления. Потому что человек не может сидеть на месте. Вот смотрите, что такое движение электронов? Сила тока. Движение электронов. Это что? Это напряжение разделить на сопротивление. Подношение напряжения к сопротивлению. Сопротивление. Сила. Всё, уже оттуда пошла, пошла дальше геометрия, и всё остальное физика. И это о движении, господа. Это о движении электронов. Тех электронов, которых никто никогда не видел. Иногда такие вещи, когда начинают приходить, и ты их осознаёшь, и видишь. Это весело. Особенно инженеру электрику это очень весело осознавать с точки зрения психики. И как это в психике строится, рождается и работает. Поэтому вот эти все моменты мы описываем, мы стараемся, доносим, как можно в более простых словах. Но при этом мы понимаем, что человеку всё-таки для того, чтобы понять глубину, осознать глубину, здесь не понять, здесь слово понять уже не работает. С книгой коллективное, бессознательное знание, практика, глубина, эти книги уже только осознаются. Они не берутся пониманием. Понимание заканчивается на книге «Инфодайвинг счастья». Да, счастье, инфодайвинг счастья, это своего рода как переходный, подготовительный, такая книга, которая является переходом к получению уже, к раскрытию в себе знаний. Да, именно знания внутри каждого человека. И вот смотри, сейчас задумалась, когда человек болеет, его сознание заменяется коллективным сознанием, да, вытеснение идёт. И мы говорим о том, что имеет место сознание болезни, и оно вытесняет сознание человека. А теперь смотри, ведь когда мы осознаём, и у нас работает обратная связь, коллективное не может подключиться. Да. то есть замена осознаваний идёт, озарение, осознание заменяются на коллективные программы, которые шуруют и рождают болезни. То есть, если вы не осознаётесь, если вы не развиваетесь, не двигаетесь вперёд, как Бог, то коллективное очень быстро делает вас смертным. Именно так и действительно так и делает, так и происходит на самом деле. Потому что это обратная связь, она так работает. Обратная связь в психике есть прямая связь, есть обратная связь. И вообще, именно болезнь и появляется тогда, когда ты играешь в коллективную игру. То есть, в тебе твоё сознание вынесено, твоя основная сила вынесена на коллективное. Соответственно, коллективное внешний мир, коим является, да, он будет давить этой силой над тебя. И появляются и болезни, поэтому всё низкочастотное. И коллективно играет во все те 11 тигр, которые мы описали в книге «Коллективное бессознательное». Всего 11. Пять разрушительных, пять созидательных и гурт коллективное стадо. Ну, гурт это стадо в переводе, да. То есть, вот эти вот вещи, они с одной стороны удивительны, с другой стороны заставляют задуматься человеком, человека. того, у кого ещё есть чем думать. И вот в этих книгах на самом деле мы достаточно большое внимание уделяли программам конкуренции, мы большое внимание уделяли роли денег в психике человека, это очень важный момент. И мы очень большое внимание уделяли именно под основе чувственной человека. И каким образом в отражениях это всё связано между собой. Где рождаются первые подмены? Где рождается, почему поле парадокса? Откуда возникает парадокс? Что является первопричиной парадокса? Это в книге инфодайна глубина, мы все эти вещи раскладываем достаточно простым языком. Ты знаешь, я когда осознаю, как просто мы пишем... А простым языком почему? Потому что пишется вообще все книги пишутся в потоке. В озарениях, да. Именно в озарениях. А там простота, там чистота, искренность. Действительно, поток это чистое знание. И поэтому книги написаны в этом потоке, и они простым языком. Там просто как раз вообще разжевано, как говорю. Я получаю письма, когда люди пишут, мы хотим так, как вы научиться. Мы хотим уметь точно так же, как вы. Чтобы вот так посмотрел на человека и разложил его. Но на самом деле в этом нет ничего сложного. Вот книги, написано все. Просто надо внимательно читать. Вот обучающие программы, курсы, они сейчас в доступе идут от простого к сложному. То есть они не перепутаны. Если ты пошел по этой цепочке, если тебе действительно интересно, если ты идешь по интересу, то у тебя выстраивается и жизнь, и отношения, и здоровье, и ты искренен, и открыт, и честен сам с собой. Я понимаю, что на определенных порах сложно, сложно, и нам бывает сложно, поймите, мы тоже люди, мы в каждом отражении видим человека. Вот, например, сейчас мы пришли к моментам перепрограммирования человека, и осознаем работу коллективного. И вот перед тем, как подойти к этому, у нас огромные пласты для самопроработки, которые мы просто тупо каждый день в себе поднимаем, осознаем, отрабатываем, и поплакать приходится тоже периодически. И есть моменты, когда кажется, блин, это просто сердце вырывается. Но потом ты приходишь в себя и продолжаешь работать, и потом смотришь, у тебя уже нет реакции, ты, когда в тебе нет реакции, ты можешь с этим пластом работать. Потому что до тех пор, пока у тебя на пласт есть реакция, работать ты с ним не можешь. Потому что это твоя собственная реакция. А мы тоже люди, и у нас тоже тело, и в нашем теле есть и наследственные программы, и родовые программы, и наши личные программы. И мы просто эти вещи все шаг за шагом прорабатываем и выводим. И при этом мы работаем как с людьми, то есть нам отражения наши помогают в каждом шаге осознаваться, и мы работаем друг с другом. То есть опять-таки каждый момент, который произошел у нас в жизни, в магазине, в семье, в доме, он сразу раскладывается, он уже как орешки щелкается. Для чего? Для того, чтобы зачистить, убрать. Это не надо, это надо, это осознать. Не просто закрыть, а именно осознать, вынести отсюда опыт, просто вот ежеминутно, вынести из этого опыт и закрыть с благодарностью. Для того, чтобы за спину в свой рюкзачок не закидывать старые деструктивные сюжеты на повторное проживание. И тогда в рюкзачок можно осознанно положить то, что ты хочешь прожить и проживать это в кайф. И это вот, вот это осознанная жизнь, и это может каждый человек, абсолютно каждый человек может быть счастливым. И эта жизнь, она и создана для счастья. Она изначально создана для счастья. Это рай, и только человек неосознающий, спящий, погрязший в каких-то низах животных, во лжи, да, больше во лжи, он создает из этого рая-ад. При этом во лжи и злени. Да, во лжи и злени. Потому что не хочет двигаться. Потому что для того, чтобы пошло движение электронов, надо, чтобы возникло напряжение и сопротивление. Да, сопротивление, соответственно. Понимаете? Ну, ржачка, но это так. Движение возникает тогда, когда возникает напряжение и сопротивление. И это работа тетрайдеров. Если мы посмотрим, как работает тетрайдер в психике, на основании чего начинает работать силовое поле и почему парадокс, почему парадокс в силовом поле возникает. Ведь что такое сила? Что является другой гранью от силы? Слабость. Вам любой учитель русского языка скажет антоним к слову сила. Слабость. Вот этот сильный, этот слабый. А в парадоксе? А в парадоксе слабость это выключение из розетки. Это ты вне игры. Значит, в парадоксе нету слабости. Ведь ты же не можешь выйти из игры. Здесь замкнутый контур, здесь замкнутая игра. И ты можешь осознанно начать управлять этой игрой. Но тогда рождается парадокс. Потому что у него нету крайности. Значит, рождается дельта. Вот эта дельта в рождении, да, она получается смещение и возникает поле для игры, для игры, для создания иллюзии материального мира. Иначе бы иллюзия не была создана. Иначе бы она просто отсутствовала, потому что не было бы игры. не было бы игры. Да. И вот когда эта иллюзия создается, когда у человека создается иллюзия проявленного мира, и идет первичный вынос ответственности, возникает вот эта дельта, где возникает иллюзия игры. И иллюзия игры, соответственно, начинается еще с выноса ответственности. Потому что есть часть, надо же слабость как-то проявить. А на самом деле слабости в этой игре нету места. Посмотрите, как только где-то животное стало слабым, оно тут же уничтожается сильным, все, перезагрузка. Точно так же в мире людей здесь нету места слабости. а у человека я болею, я слаб, сделайте за меня, пожалуйста, вылечите, спасите. И тут же в коллективном создается иллюзия спасения. Мы будем тебя лечить, мы тебя запихаем химией, мы будем тебя спасать, мы, возможно, тебе расскажем, мы оформим тебя уже все под похоронное бюро, и родственники тебе не будут говорить, что ты умрешь. И мы будем играть в ложь, чтобы никто ничего не знал, и так далее. Вот эти вот игрушки это все коллективные игры. Коллективные игры, причем с таким удовольствием. Что иногда поражаешься. Особенно, когда осознаешь, когда мать не дает возможности быть здоровым ребенком. Да. И это, кстати, о любви. И это подмена любви на самом деле. Такая серьезная подмена. Смотрите, можно, конечно, сказать, что хорошо вам рассуждать, а вот если бы вы побывали в болезни, болели бы, посмотрел бы на вас, как вы там бы искали интерес или что-то, в том-то и дело, что там искать интереса не надо, а ты и играешь, ты ищешь именно там свой интерес. Попробуй. Да, это нелегко. Нелегко на самом деле. Уже человек, когда в болезни, уже он находится в серьезной болезни, очень сложно естественно сразу просто взять и проснуться здоровым. Но ты попробуй. Есть ли у тебя вот это желание чуть-чуть попробовать направить свой луч внимания на жизнь. Хочу я все-таки жить. Я буду цепляться, буду искать. Да, мне сейчас сложно, но я вот буду. Попробую я почитать книгу или попробую радоваться какому-то моменту. Просто попробуй. Нет, как правило, человек говорит на такие слова, вы говорите ерунду. Вы говорите, потому что вам просто это легко сказать. Вот мне болит и все, и пошло его внимание в болит и пошел качать. Просто качает сам себе всю энергию свою в эту болезнь. Ну естественно она будет развиваться, естественно она будет играться эта игра в болезнь. Когда ваше внимание уходит в болезнь целиком, то ничего кроме болезни вы создать не можете. Ничего. Когда ваше внимание начинает хотя бы чуть-чуть переключаться на другие варианты вот меня здесь отпустило ой мне вот это интересно. Меня здесь отпустило ой мне вот это интересно. То вы постепенно начинаете выходить. Дело в том, что вот даже простой пример левая сторона прошлое, правая сторона будущее. Куда наше сердце смещено? На левую сторону. Соответственно наше сердце зачем сюда смещено? Оно смещено чуть-чуть в прошлое. Небольшая дельточка? Небольшая дельточка. Для того, чтобы у человека создавалась иллюзия непрерывности событий. Хотя они прерываются каждую ночь, вы же отключаетесь. Но при этом идет иллюзия непрерывности. И этот вот ритм тук-тук-тук время привязано полностью к рабочему сердцу. Это очень важный орган у нас. И вот эта вот иллюзия создается на основании прошлого. А у вас в голове постоянно восьмерочка прошлое-будущее, прошлое-будущее, прошлое-будущее. Но в моменте здесь и сейчас человек не пребывает. Потому что здесь пустота, здесь дыра. Но при этом в этой дыре вся информация, вся симуляция, весь рожденный мир и так далее. И переключиться из болезней в реальность, мы тоже об этом говорим, проще, плавно. Есть вариант выключиться и сразу пойти. Но это надо обладать огромной силой. В большинстве своем случаев человеку надо плавно, постепенно, 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 каждый день фиксируя лучше, лучше, лучше. Вот смотрите, мы этому учили когда-то мам. Научись видеть своего ребенка здоровым. Научись. И даже сейчас мамы в чатах пишут, блин, вот здесь предала своего ребенка, опять свалилась в заболевание, здесь это, опять, опять. Но при этом они потихоньку учатся и влазят. Да, вот именно об этом, да. Это занимает время, но каждый в своем темпе выходит из болезни. Они уже научились, уже себе дали возможность замечать в себе отрицательные моменты и перенаправлять их в положительные моменты. То есть уже у них работа. Когда человек видит, его внимание опять зацепилось за болезнь, нет, я в эту игру не играю, я играю в здоровье. И он переворачивает. Да, и таким образом не уходит туда и еще больше не запутывается, а он именно осознанно переворачивает. Но мы, чтобы человеку было легче, мы сразу даем подоснову, зачем он сейчас играет в игру болезни. Зачем? Вот что сейчас работает? Это больно, когда ты человека тук и тук уткнул носом в это. Плачут. Действительно, боль причиняется. Но при этом, когда человек видит первооснову ядра болезни, ведь человек пришел с какой-то целью на жизнь. Вот вплоть до того, что у нас недавно было, когда мы просто достали задачу человека на жизнь. Там, научиться жить в этой созданной окружающей среде без агрессии. То есть, в человеке настолько много агрессии внутри подавленной, что ему просто надо научиться жить в том, что он имеет, без агрессии. Это не приведет к выздоровлению детей, это приведет сперва к спокойствию. И потом из этого состояния уже можно говорить о выходе. Но пока человек не научился жить в созданном его мире без агрессии, говорить о выходе не приходится вообще. То есть, это тоже кусок пути. И у каждого свой путь, у каждого своя задача. У кого-то задача научиться делиться любовью. И читаешь и понимаешь, блин, у тебя уже она из ушей прет, но ты ее никому не даешь. У кого-то еще, у каждого своя задача. Понимаете? И вот когда вот таким проявлением видишь, очень-очень много обучения по лжи. Вот эти все моменты мы будем описывать в парадоксальном восприятии, даже вот в планах у нас, если мы их реализуем, во всяком случае, пока мы думаем об этом, составить такие моменты, как проявляются. Вот если человек в материальном мире так проявляет, здесь как это в психике выглядит. То есть, мы понимаем, что это очень большая глубина. То есть, связать глубину и поверхность как бы вот моментами какими-то. Чтобы человека изначально это цепляло, и человек уже видел подтверждение этих фактов и осознанно доставил сам вебро. И тогда дельта, она как бы, если ты видишь глубину и видишь поверхность и их связь, то оно сжимается. Дельты нету, не надо проигрывать. Это как дырку заштопать. Да, да, да. То есть, вот если так подходить, то это как заштопать вот эту вот дельту, чтобы ее не было, чтобы человек не играл вот в эти вот дебильные игры, а действительно пошел в создание, осознанное создание. Но опять-таки, вот эта книга, о которой мы говорим, да, сейчас, на самом деле, если не пройти этот путь, она... Она пустая. Она пустая. Она и будет обесценивана. Когда человек... Более того, тут может быть и вред человеку, в каком плане. Человек берет пониманием, а потом он все-таки хочет осознать. И он попытался через понимание зайти. Он вроде понял, ну, простые же вещи написаны, я все понимаю. А вот эта обратная связь осознавания не наступила. И потом он уже читает остальные книги и пытается включить осознание, а оно говорит, а нифига. Ты уже понял. Уже ум это дискредитировал. И все. И все. Знаете, это как плугом пройти по траве снаружи и не перепахать поле. Вот ты по поверхности проскользил, 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 а не углубился. И поле не вспахано. И вот здесь такой же эффект может быть. Об этом, да. Поэтому мы, когда осознаем, мы понимаем, что надо будет обязательно ставить условия, в начале книги ставить человеку в известность, что если в эту часть прийти, не прочитав начало, то ты наносишь сам себе вред. Потому что ты потом сможешь сюда прийти, на твое поле уже будет спахано по поверхности, у тебя не будет результата. А мы же на повестку ставим результаты в основу. А результат только тогда, когда внутри идет процесс осознавания. То есть с осознаванием идет глубинная трансформация человека. Ну что, поотвечаем немножко на вопросы? Давай. Итак, у нас прислали фотографии, как даже дети читают наши книги. И вопрос, страница 20-23, просьба упрощенно, схемой или словами пояснить, поворот чего и в какую сторону друг у друга в паре совершали. По тексту поняла в глазу, который между солнечным сплетением и пупом перекрыт, вертикальный вход энергии, поперечные линии креста, крест поворачивали по кругу, чтобы встал иксом. И тогда пошел из сердца свет через желудок вниз. То есть поток пошел вниз, сила жизненная, оборот, энергия в теле. А можно не поворачивать, а растворить светом, поблагодарить, засветить, истение реализовать иным способом тот же результат. Можно. Смотрите, я так понимаю, речь идет о змеином глазе, который описан в книге «Подсознание», в счастье и в коллективном бессознательном и продолжает описываться в знаниях, потому что это на самом деле инкарнационный цикл весь прописан именно там. И мы плавно углублялись в эту тему. Так вот, когда мы видим перезапись информации, то мы видим вертикальное разделение психики на четыре части. Но тетрайдеры же, они постоянно двигаются. И идет смещение под 45 градусов, под диагональное смещение. И два сектора сжимают информацию, два сектора разжимают информацию. Эти вот моменты используются для перезаписи информации. То есть есть, когда мы какую-то информацию хотим сжать и удалить, да, или завершить, правильно сказать. А есть, когда мы хотим новую заложить и развернуть в игру. И вот эти вот все развороты, когда мы работаем с крестами, с разворотом под 45 градусов, они происходят автоматически, так как тетрайдеры не перестают двигаться. Это части меркабы, они постоянно находятся в движении. Вот эти стоп-кадры под 90 градусов, горизонтальный, вертикальный, либо диагональный, это стоп-кадры. А информация продолжает все равно двигаться, оно не останавливается ни в один момент. И вот со стоп-кадром, с мигом, работать очень удобно. То есть, останавливаешь в том положении, в каком нужно тебе, и совершаешь нужную манипуляцию. И для перезаписи всегда нужно диагональное расположение. Просто засветить и убрать у вас не получится. Даже если вы очень сильно будете стараться, это будет вмешательство программы ума и так далее. Мы всегда за то, чтобы вы были в состояниях, чтобы вы видели, что вы делаете. Когда есть осознание того, что делаете, вот тогда оно работает. Это вот точно так же, кстати, как ты сказала про поле, вспаханное по поверхности. То есть, надо осознавать весь процесс. И если до конца не доходит, лучше вернуться, перечитать, потом загрузиться и проделать это заново. Для чего? Для того, чтобы не скользить по поверхности. Для того, чтобы... Мы знаем, насколько тяжело остановить, сделать стоп-кадр тетраэдра. Это надо свою психику иметь настолько устойчиво и расширенный миг настолько, чтобы вы всю жизнь человека захватили в свой миг. Эти вот все вещи мы им обучали, как к этому прийти. На самом деле, для нас они несложны. Мы этот путь прошли сами. Мы его осознали и поняли, как это делается. Осознали, как это делается. Вот это все обучаем, учим. Вы можете это читать и делать, но делать одному это нереально. Это делается в паре. И в паре абсолютно открытой, искренней по отношению друг к другу, без искажений, без лжи. Общим интересом. Живущей общим интересом. Это очень важно, чтобы этот интерес был именно у пары искренней. Искренней. И не подменялся деньгами. Ребят, вот я сейчас скажу грубую вещь, но в свое время я проходила много раз тета-хилинг. Наверное, 9 раз я проходила. Ты говорила 9, да. Больше я проходила только метод Бронникова. Да, еще больше. Я его еще и преподавала. Поймите, вот люди приходили в тот же тета-хилинг. У Бронникова, кстати, такого не было. А в тета-хилинг люди приходили конкретно за деньгами. То есть, и человеку на входе объяснялось, вот смотри, ты вот сейчас освоишь тета-хилинг, ты сможешь помогать другим людям, и смотри, сколько стоит курс и сколько ты сможешь зарабатывать. И люди шли конкретно за деньгами. Вы можете меня в комментариях забанить и написать, что неправда, я приходила за белым и пушистым светом. Но, ребят, давайте нам не лгать. Я прошла практически через все психотехники, которые были на рынке. 12 лет этому посвятила вот с утра до вечера, да. То есть, это плотная работа была. Я была организатором. Я приглашала всех гуру, всех специалистов, всех мастей из разных стран. Кого не могла пригласить, я ездила к тому самому. Это все мой личный жизненный опыт. Поэтому, когда мне говорят, я не знаю, что такое космоэнергетика или рейки и так далее, я все это знаю. Знаю, сколько стоит. И есть вещи, которые по два раза успела пройти и забашлять. А мало того, а сейчас еще из глубины знаю, да? А сейчас еще из глубины знаю. Поэтому, вот про эти вот штуки мне рассказывать не надо. Так вот, если вы подменяете интерес деньгами, результата не будет. А знаете, почему? Потому что вы деньги поставили перед собой, а деньги должны быть за вами. А иначе они не будут проявляться в вашей жизни, потому что то, что вы поставили перед собой, уйдет под ноги и либо уйдет в корму, либо будет завершено. что и одно, и второе лишает вас того, на что вы рассчитывали. Вы этого не получаете. Потому что в карме оно развернется во времени какахой. Ложь. Вот она какаха. Вот она какаха. Сами себе плюнули в колодец, который у вас перед носом. И сами проживаете то, что наплевали. Если деньги у вас за спиной, вы осознаете и вы занимаетесь, держите внимание на интересе, луч внимания прикован к интересу, за ним идет сознание. Сознанию вообще, искреннему чистому сознанию. Интересно, оно идет за лучом и оно тянет в сюжетную линию все, что надо для того, чтобы интерес развивался. И если нужны деньги, да пожалуйста, никаких вопросов. Тогда все горизонты открываются, никаких нет ограничений. Когда интерес чистый, искренний, ты валишь просто, все у тебя раскрывается. Естественно, и у тебя всегда будут деньги. И вы тогда выпадаете как бы из коллективных игр, потому что у вас своя как бы игра. Вы выпадаете из ограничений. Вы выпадаете из коллективных ограничений. Коллективное это ограничение, это контур наружный. Да. И вот эти моменты, когда осознаешь, насколько важно в инфодайвинге найти пару, искренне и честно. И вы знаете, вот это касается и учеников, и стажеров, и тех, кто там в чатах ребята пишут. Находите, вы не стесняйтесь говорить человеку вот прямо, что ты знаешь, ты там прошел много курсов, у тебя получается, но мне с тобой дискомфортно. Давай, либо мой дискомфорт проработаем, либо я попробую с другим человеком, либо и то, и другое вместе. А поверьте, что если вот так говорить искренне, то поверьте, и второй откроется, он точно так же скажет, что и у него что-то есть, вроде все хорошо между нами, но что-то есть дискомфорт, потому что, а этот дискомфорт, это и есть ложь. Вот этот ложь, когда я подавил себя, когда подавил, да, ну вроде ж неудобный, человек же хороший, но я, ну что-то не то, и точно так же будет второй. Поэтому, когда открытость и искренность, то всегда найдется, ты сможешь найти свою пару. И когда вы действительно в паре начинаете двигаться, то вот эти вот вопросы, как смещаются, тетраэдры, под каким углом, они не будут стоять. Все, что касается засветок, это очень хорошо работает в надсознании. Когда мы уходим дальше, то работает только ваджа. Мы ее тоже называем на консультациях засветкой, но вы понимаете, это совсем другой инструмент. Другой, да. Это инструмент расширенного сознания. То есть до тех пор, пока вы не смогли расшириться настолько, чтобы захватывать жизнь другого человека в свой миг, этот инструмент у вас не работает, его тоже надо осознать. Все приходит через обратную связь. И вот эти вещи, они достаточно, ну блин, они в магии важны. Мы же говорим о магии знания. Знания все в вас. И это общий источник всех людей, потому что мы все одно сознание. Другой вопрос, что вот в этом выделенном сознании, иллюзорно выделенном, в шарике чистого сознания, грубо говоря, как лучше образ дать, вот это сознание, вот это проявление плюет постоянно в себя и говорит, я плюю, 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 я хочу быть чистым, чистым, чистым. А вот это не плюет. Это говорит, мне вот это интересно, я иду на свет, как муха, вот на огонек. И у меня сзади все, что я хочу. Просто оно надо, потому что сознанию интересна эта игра. И сознание тогда само открывает все двери. Вот я не знаю, я могу это сказать просто на 200%. Мы живем в Беларуси. Вот опять скажу, я живу вот в офигенной стране. Само понятие Белая Русь, оно полностью соединяется с тем, что у меня внутри. Белое это боги. Подтвержду. Да, точно так же. Когда-то, когда я впервые приехала в Индию, мы шли по пляжу, и получается, три сына, и мы, и индусы, которые видели, они подбегали и говорили, боги, боги, белые, белые люди, и у меня, говорит, это ваши сыновья, да, мои. И они все хотели сфотографироваться, а один индус мне потом, я все не понимала, чего они меня дергают. И один индус мне потом объяснил, как женщина имеет трех сыновей, я у себя в спальне над кроватью повешу, чтобы моя жена тоже мне рожала сыновей. Мне тогда это было ржачно, потому что я не понимала этой логики. На самом деле, я когда смотрю на Беларусь, я понимаю, это белые люди, это боги, это земля богов, и эти боги спят, да, и когда мне начинают писать письма, что у нас тут какие-то события происходят, что у нас тут все сложно, что у нас тут бизнеса нет, что, 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 я осознаю, я на земле богов, и если я в своем сознании создаю здоровье, если я в своем сознании создаю здоровье взрослых, здоровье детей, если я со своей стороны искренне, открытая и честная, то все остальное, вот просто перед инфодайингом раскроются все остальные пути. И мне недавно это подтвердили в министерстве, когда вручили очередные нам разрешения на работу, и опять-таки нам тут же начали помогать, как нам лучше издать книги, как нам лучше оформить книги и так далее. То есть люди, которые включаются, они сразу начинают с помощи. И не надо рассказывать, что везде препятствия, это у вас в голове препятствия. Ребят, это на самом деле так, это работает. Это работает, но надо найти вот эту точку искренности, честности, и открытости самим собой. То есть когда вы валите по интересу, когда вы действительно искренне занимаетесь своим делом, и вам все остальное, ну оно просто есть. Оно есть, потому что вы тоже находитесь в иллюзии коллективной реальности, но эта коллективная реальность как бы не ваша. Но вы занимаетесь любимым делом, вам интересно. И тогда у вас и в здоровье прибавляется, и в семье прибавляется, в отношениях, и все у вас получается работает на то, чтобы подпитать ваш интерес, чтобы вы дольше занимались этим интересом. Потому что сознанию интересно. Потому что интерес можно удержать двумя вариантами. Мы в поле парадокса, господа, мы за него не выходили. Это все опять-таки в книге Инфодайн Губина. Можно силовым полем, а можно свободой. Либо силовое ограничение, либо свобода. Два варианта интереса. Луч внимания идет за интересом. Когда вы создаете силовое поле, вы тогда обязаны создавать иллюзию и удерживать внимание принудительно. Каким образом это делается у нас? Смотрите, в СМИ зацепы в виде воспоминаний, войн, праздников. Она причем цепляет. Коллективная, 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 коллективная. Не забудь, не забудь, не забудь. Вот ваше внимание удерживается силовым образом. И вы ходите и страдаете. И вы добровольно в это. Да, вы добровольно отдаете свою жизнь коллективному. Либо же вы валите по интересу, тогда вы абсолютно свободны. Все ограничения раскрыты. Но вы удерживаете свой интерес. И вот этому надо научиться. Потому что ни один из великих людей, который оставил след в человечестве, не жил из-под палки в силовом поле. Они все творили из интереса. Не родились бы произведения искусства, не родились бы музыкальные произведения, не родились бы книги. Не родились, не родились, не родились. Потому что это все шло на озарениях, на творчестве. Вот это проявление Бога. Вот это проявление Создателя в человеке. И вот для того, чтобы сюда прийти, надо быть искренним. Кстати, я тебе сегодня сбросила заметку. Кто из музыкантов... А я не прочитала. Не читала. Голову под холодную воду засовывал. Это, наверное, в Телеграм. Ну да, так это... Я в Телеграме подписана на интересные каналы, и я тебе... Я не спрочу. Людвиг Ван Бенховен опускал голову в таз с ледяной водой. Ну, возможно, поэтому к 30 годам полностью потерял слух, но перед тем, как он садился сочинять музыку, он отключался от коллективного тем, что засунул голову в воду с ледяной, с чистой водой. То есть он отключал коллективные программы для того, чтобы начать слышать себя внутри. То есть каждый приспосабливался кто как мог, да, только чтобы войти вовнутрь, потому что все озарения, все знания внутри, их нет снаружи. Вы можете получить и изучить, и запомнить наизусть все учебники по математике, но при этом вы не станете Перельманом. Вы можете изучить все искусства, все картины, но при этом вы не станете Ван Гогом. Почему? Потому что это труд, это поиск внутри себя, это не снаружи. И вот к этому внутри себя мы стараемся подвести человека абсолютно осознанно для того, чтобы он все-таки... Сейчас, следующий вопрос буду зачитывать. Для того, чтобы он все-таки был самим собой. Следующий вопрос. При проживании событий... Эти вопросы есть на видео, его потом ставишь, да? При проживании событий нашей жизни из-за грузки описание Ирины не совсем дословно. Как поняла, воронка рода через ноги втягивается в игру. Наши руки, как крылья ангела. И эти крылья автоматически раскрываются. А когда подтягивает, игра замыкается, идет. Вопрос. А осознанно можно избежать втягивания в родовые события? Своей осознанностью, меняя свое мышление и реагирование на события, меняя свои автоматические реакции. Это возможно, к примеру, без консультации инфодайверов. Либо сам человек может обходить родовые моменты, события именно только прохождение, или только прохождение консультации. Все, что связано с родом. Смотрите, родовые программы у нас прописаны на уровне ДНК. Мы получили именно такое тело. И это физический план. Все, что касается родовых программ, оно все прописано на уровне ДНК и на уровне физического тела. Мы, когда шли и брали тело в этом роду, мы соглашались на то, что мы потянем какой-то пласт в отработку у этого рода на какой-то частоте. Мы можем от этого отказаться осознанно. Я терпеть не могу родовые заболевания. Ведь идет как, если брать жизнь человека во времени, это, кстати, тоже мы описывали в книге «Инфодайверовое знание». Человеку отведено, например, прожить 90 лет. Из них половина он будет валить по карме, потом такое время затишья относительного перемирия, и потом дальше он будет валить по роду. Два источника подкачки автоматических сценариев. Но на самом деле автоматизм – это не так плохо. Мы из глубины описываем, что у робота это тоже хорошо. Там есть свои плюсы, свои минусы. Точно так же, как и у рода. Но сейчас не об этом. То есть это все опции в психике. Они зачем-то нужны. И важно расписать, зачем. То есть плюсы и минусы. То, что мы считаем сегодня минусом, может завтра быть большим плюсом. Вот что касается родовых программ, то получается, мы согласились на них, что мы вторую половину жизни, а иногда еще и кусок первой половины жизни, будем отрабатывать вот это за род. И вот эта часть, конечно, она абсолютно неосознаваемая, но это благодарность за тело. Так вот, это можно выключить. Это можно выключить, но сам себе человек этого не выключит. Это то же самое, что сделать хирургическую операцию. Например, ампутировать себе ногу. Я не знаю человека, который мог себе убрать ногу, в которой гангрена. Соответственно, здесь нужна сторонняя помощь, потому что это крайне больно. Потому что там будет ядро. Даже просто завершение определенных, закрытие определенных меток, определенных сценариев по роду, коих-то миллионов в нашей психике, когда отключаешь целиком. Кстати, целиком отключить достаточно сложно. Не с первого раза получается. Так вот, когда ты даже небольшие метки закрываешь, помните, сколько слез, как трясет, сколько мурашек, сколько всего проходит с человеком, какие трансформации, сколько ресурсов приходит. А когда завершаешь какую-то глобальную какаху родовую, сколько род еще приносит тебе ресурса на жизнь, энергии и так далее. То есть вплоть до выключения заболеваний только на родовых программах. И это человек сам себе не сделает. То есть вот наш опыт показывает, что до сих пор у меня тоже не все родовые программы завершены и не все кармические программы завершены. То есть мы не особо торопились. Есть моменты, которые мы обрезали в моменте здесь и сейчас, которые мешают работать. Но есть раз, видишь, вот-вот-вот-вот пошел. Вот когда следишь за жизнью, так раз, стоп, а что это за фигня пошла в моей жизни? Стоп, пошел, углубился, понимаешь, следующая меточка пошла в разворот. И ее вот по мере поступления ее зачищаешь. Потому что взять и сказать, что я вычистил всю жизнь, а фильм ты какой будешь смотреть? Тебе психика не даст этого сделать. Она заблокирует тебя и скажет, что это невозможно. Потому что ты все равно должен смотреть фильм. Но в моменте, когда начал разворачиваться, вот только-только пошел, мир уже прицепился, стыковка мира произошла, и все, пошел разворачиваться сценарий. Ты так раз и говоришь, хоп, не мое. А вместо него пум, мое. И разворачивается то, что твое. Но это абсолютно осознанно. Именно в самом начале, когда ты схватил, ты еще не ушел в эту игру, не запутался в своих же паутинах. Вот именно когда ты осознаешь, сворачиваешь, не-не, в этом мы не играем. Играем в это. Но когда ты в игре, уже свернуть невозможно. Вот так быстро. Тогда надо по ступенькам завершать. Вот так выходишь из болезни, плавный. Тогда смотришь, все, я в игре. Значит, из этой игры я делаю здесь эту ступеньку, здесь эту, здесь эту, здесь эту. И раз, по золотому сечению, и свернул в точечку. Это вот то же, что мы и говорим. Мы из глубины, из глубины человеку подсвечиваем его же вот это ядро какой-то болячки или проблемы. И человек, увидев, он может развернуться и начать поступенчато, и при этом мы помогаем, да, поступенчато идти навстречу самому же себе причем. Вот. Но, как правило, ему показываешь ядро, а человек криком кричит, ему больно здесь, и он не хочет, не хочет идти. Это не мое. Это не... Вы ерунду говорите. Или манипулировать. Или манипулировать. Все, я поминаю, все, я завтра умру, у меня уже... Вот он скользит, и все там. И скользит по поверхности. Мы смотрим, дорогой, у тебя инкарнационный цикл закрыт. Помирай. Ты не хочешь лезть в себя настоящего. Не хочешь, просто отворачиваешься от себя настоящего. Ты не хочешь осознавать, что все болячки – это ты. Это все проблемы в твоей жизни – это ты. Ты просто не хочешь этого видеть. И продолжаешь манипулировать, продолжаешь приватить себя. Да, сегодня был живой пример. Просто разговаривала с человеком, и человек рассказывал мне, проблема какая произошла. И я слушала, и потом просто говорю, в отношениях ложь. Как только услышал человек, ложь, слово ложь. Нет, криком начал кричать. Нет, не ложь, я не лгу, я абсолютно искренен. Всегда. Ты обвиняешь меня, ты всегда стараешься меня обвинить. И начинается, я слушаю, человек кричит, я слушаю, слушаю. Потом человек замолкает. Я говорю, хорошо, скажи, подавление себя – это не ложь? И человек сразу так, ну вот только в этом, да. Я говорю, только. А это же огромный пласт. Вот она ложь, вот она первичная. А человек не видит, не хочет, нет. Сразу в обвинении. Итак, мы ответили на вопросы Ольги, и сегодня, наверное, больше отвечать не будем. Остальные оставим на следующий раз. Присылайте вопросы. Следующий наш подкаст «Рукарня инфодайинга» опять будет записываться в четверг. К четвергу присылайте ваши вопросы с удовольствием в ответе. Читайте книги. Читайте книги, и я думаю, что это даст большой толчок для самоосознания, для пробуждения. Богов. Все-таки, блин, как хочется видеть богов. И я верю в то, что боги смогут проснуться сами, и их не надо перепрограммировать. Потому что иначе зачем было рождаться, если потерять веру в то, что ты в стране богов. До встречи, друзья. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...